девочки всем привет сегодня у нас будет очень быстрая собиралка я уже подгоняю весну на самом деле у нас погода довольно весенняя такая приятная хотя еще февраль но проверяю значит погоду и показывать что там будет вроде как до конца февраля вот такая вот классная погода посмотрим потому что в марте в принципе я не думаю что морозы вернуться но дожди могут быть и бывает такая плюсовая температура но проморозглая неприятная вот и я подгоняю значит весну надеюсь я не замерзну то есть сначала я хотел одеть просто один свитер такой фиолетовый сейчас немножечко покажу вам да вот так вот хорошо видно хоть пашки нет но я хотел именно показать свитер и рубашка они не предназначены для того чтобы их носить вместе потому что рубашка она носится как верхняя одежда то есть ее можно надеть даже а-ля как свитер то есть вы одеваете не обязательно на футболку но можно там какую-нибудь тельняшку я это называю но футболка с длинными рукавами вот кофточку можно поднутри ее носить сверху а свитер наоборот он такой тоненький кстати все с алиэкспресс я брала что рубашки что это то же самое что у нас просто там я была по хорошей цене там скидки были и и рубашки классные но мне где-то есть видео где я вот вам показываю как они сидят а свитер наоборот он знаете такой который должен сидеть на скорее голом теле то есть если здесь не должна быть рубашка то тогда такая очень тоненькая а это рубашка для нее слишком грубовато поэтому в общем образ меня полнит но мне это все равно не важно главное на улице не замерзнуть вот сейчас я подниму уже камеру потому что мы будем с вами делать макияж глаз и макияж глаз мы будем делать палеткой тренди токио хочу опять забабахать яркий макияж но скорее всего он будет такой розовый хочу вот вот эти оттенки однозначно хочу использовать возможно опять зеленый возьму сочетание будет и возможно уголок глаза вот фиолетовый посмотрите очки у меня на лице косметичка февраля уже не верится что скоро нужно будет собирать косметичку марта этого месяца как-то мне последнее время становится мало чтобы попользоваться мою косметику хотя при моем количестве я считаю ну должно быть косметичка должна быть не реже собираться не реже раз в месяц ну вот порой ощущение что месяца мне не хватает чтобы ею насладиться но тоже косметика должна гулять и поэтому поэтому да так поэтому наслаждаюсь один месяц не договорилась ли у меня такое бывает так смотрю на кисточки на время смотрю и хочу припудрить конечно века но сейчас я белую тенюшку не взяла так у меня здесь есть лежит палетка вот такая вот злая королева я еще с вами не тестировала ее почему потому что вот посмотрите палитра какая она какая-то такая спокойно осенняя что мне скучно отсюда я сегодня вообще хотела вот этот вот глиттер взять посадить его на клей правда потому что он уже высох возьму отсюда оттенок такой белый чтобы припудрить и все я больше отсюда брать ничего не буду просто хочу припудрить века ой девочки нашла на сайте косметик флс косметика эвелин у них же есть уходовая косметика я девочек пару слышал он так так как косметика мне была недоступна я не прислушалась в то что там черченки говорят не откладывала себя ну так знаете пассивные пассивное как это восприятие когда вроде как слушаешь но не особо слышишь то есть слушаешь только то и запоминаю что тебе интересно вот а тут у нас появилась косметик флс это немецкий сайт он прям закупил прямо столько польской косметики уходами мне конечно стало любопытно теперь очень много можно сказать что там уход состоит исключительно из польской косметики как то так так на этом мы пока откладываем эту палеточку красивая политика как-нибудь обязательно соберемся только она по дизайну красиво внутри и сушно так давайте в складку века я сразу хочу нанести вот этот вот оттенок посмотрим как он будет смотреться ярко будет смотреться я думаю если брать внимание о прошлом макияже то и этот оттенок я думаю должен быть очень яркий так вот уже я не сильно хочу тушевать хочу чтобы так ярко и осталось как-то ладно потушу границы так вот я присматриваюсь но мне иногда знаете очень блин это тенюха остался софикс недавно пользовалась ладно замажем короче шиммер на телок революшн сел короче отлично есть еще этого революшн на этот глаз вы посмотрите вот видите а кисточка выглядела чистой видимо я ее недомыла я ее не мыла а сухим способом почистила но я забыла что шиммерный ты так легко снимается ну ладно теперь у меня вот тут вот красная так про что я вам хотела сказать а меня иногда название смущает то есть я понимаю что это скорее всего какой-то пиар например есть там крем для лица улиточный я не знаю смесь улиток или что там от улиток добавляют есть на пару евро подороже тот который королевская улитка а мне так это смешать немножко или еще например знаете что крем детокс то есть детоксикация ну что это за крем крем обычно призван для того чтобы питать кожу а там маски бывают такие которые чистят пилинги маски вытягивающие что-то ну чтобы крем который увлажнял еще делал какую-то детоксикацию при том что обычно ну да если распарить и почистить то это уже и есть детокс как бы но что-то наносить что потом вытянет грязь я этого ну не знаю я как-то этого не понимаю мне кажется что это опять какая-то такая пиарная фишка так вот и с одной стороны хочется что-то от них попробовать но как вот почитаешь эти названия и что-то не хочется сразу так то есть там где мне то нужно всего-то лишь увлажнение я особо там чтобы не было раздражения и было увлажнение нижнее веко я все-таки наверное хочу коричневое взять так другой стороной возьму вот этот фиолетовый темный блин какой он яркий девочки прям вообще шикарный ой красивый какой благородный такой фиолетовый девочки палетка классно если вам хочется именно для акцентов какую-то яркую палетку или вот тоже делать яркий макияж присмотритесь к этой палетке качество у нее мне бомбезно нравится и он смешивается кстати возможно получается еще один оттенок такой малиновый возможно для того чтобы оттенок чтобы был чистый его надо на славе посмотрите как красиво смотрится классно мне нравится так еще там нашла какую-то марку тоже польская если это эвелин а та назвалась фарм не фармаси а не помню но как-то на фео там было что такое не знаю а проблема у меня запоминать название порой чего-то нового но именно название улицы не сложно запоминать фамилии сложно иногда запоминать вот тоже там было шампунь средства масла мне понравились так вот тут что-то темно получилось а у меня здесь тенюха revolution на тенюху на эту красную revolution смотрите как шикарно пигментирована лёха этот фиолетовый но вот здесь теперь ощущение что у меня пятно но на самом деле просто подложки тут нет ну ладно блин как прикольно смотрится мне мне очень нравится я наверное на нижнее веко коричневый несу чтобы так поспокойнее чуть-чуть выглядело но в уголок глаза я нанесу очень яркий вот этот зелёный и на подвижку тоже его нанесу то есть я его этот салатовый мне прям безумно нравится у меня тут уже углубление девочки но углубление тут быстро появляется смотрите какой классный я не слишком хочу чтобы он прям преоблатал но вот как-то втекал вот этот розовый фиолетовый вот что-то такое то есть я его сильно растушевывать втушевывать прям не хочу но и в то же время видите у меня не резкий переход обожаю этот оттенок вот какой-то такой знаете тропический тропический фрукты коктейль как отпуск немного боже девочки какая прелесть вы знаете мне даже не хочется делать но не хватает тут подводки не хочу делать сколько у нас тут уже времени двенадцать минут подводку не хочу делать но хочу карандаш наверное послезистые возьму сейчас каял черный так катрис хочу взять вот катрис и я наверно послезистые пройдусь подводки господи девочки как это неудобно делать знаете не обидитесь если я немножечко исчезну из камеры потому что так я и не научилась делать это на камеру или у меня получается долго не совсем так как мне хотелось бы а не нанесла на нижний век хотя этого не хотела сейчас секундочку девочки еще пару секунд и я успокоюсь нужно будет конечно отправить но теперь яркость есть сейчас секундочку сейчас все подправим так мне нужен теперь остатки кстати вот таких вот этих засунула вот в такой ауч вот такой вот корпус очень удобно так так у меня здесь что-то слишком черное оно отпечатает отпечатается отпечатывается с верхнего века это понятно это неплохо мне это нравится но слишком сильно не хочу мне тут все-таки будут коричневые тени которые запланировала это мощно каяло от катрис девочки смотрите какой он чернючий прям угольный сейчас нанесу коричневые тенюхи возьму их опять же таки наверное из вот этой злой принцессы возьму вот этот круэл с яблочком такой оттенок смотрите какой симпатичный так где у меня такая маленькая кисточка нет хочу вот такую взять сначала у нее такой ворс мелкий это кисточка эссенс пройтись где у меня был черный карандаш это ближе к ресничному краям мне это слишком мне прямо в глаз ткнуло мне это слишком я прям в глаз отткнуло Так. Короче, хочется мне что-то такое подкупить. Уходовой косметики немножечко. Но я вот не уверена. Мне вот эти слоганы рекламные немного отпугивают. Вы пользовались косметикой Эвелин? Что вы скажете? Кроме, конечно, баз. А знаменитые базы вот тушь. Про неё я помню. Крема, если имеет ли их смысл брать, или это всё-таки такая обычная косметика. Потому что у нас, знаете, эти крема продаются 5-8 евро. Это нормальная цена для этой косметики? Или это всё-таки дороговато? Чуть-чуть за... Там, где карандаш вышел, я его опять прибрала. Так. Ничего себе 16 минут. А я думала, быстро получится. Так. Мне уже выходить? Мне выходить уже. Так. А, я хотела ещё... Да, сейчас нанесу эти блёстки. Так. Можно базу её нанесу. Взяла чуть-чуть базник с вот этой. Мне его так татарила. Так. Вот. И на эту базу я нанесу вот этот вот оттенок. Вот они вот такие, вот такие, девочки. Не знаю, будет видно или нет. Надеюсь. Так, и вот. О, боже мой, девочки, какая красота! Так. Я, конечно, понимаю, что, возможно, она потом сделала апдейт, девочки. Во влоге, возможно. Как держались эти глиттеры. Так. В принципе, всё. Сейчас на 20 минут будет спиралка. Осталось тушь нанести. Кое-что стряхнуть, но, возможно, я стряхну не камеру. Потому что уж очень спешить уже надо. Рассчитывала на 15 минут. Была уверена, что сейчас нанесу простенький макияж. Не очень получается. Я почему-то думала, что макияж получится более таким розово-фиолетовым. То есть больше он будет как-то в фиолетовый уходить. Но получился он такой малиновый. Именно малиновый. Даже фиолетовый тут не такой яркий. Тут не преобладает. Я хочу девочке оставлять ярким. Так, тушь надо уже выбрасывать. Она мне тяжело красит ресницы. Моим ресницам это не очень нравится. И глазу тоже. Так, наверное, это ее последний макияж был. Так, кое-что мне, конечно, нужно чуть-чуть потереть. Но я уже хочу это делать не камерой, девочки. Зачем? Зачем, видите, еще затянется. Такие подправляющие эти. Делают его... Посмотрите, как такая блесточка на нижнем веке. То есть на ресничке. И так это красиво смотрится. Классно. Тушь чуть-чуть. И можно еще чуть-чуть наслоить, знаете... Сегодня синяки. У меня что-то вчера поздно легло спад. Сама виновата. Синяки сегодня прям просвечивают. Так что насчет уходовой косметики я еще немножечко думаю. У меня есть еще желание купить кое-какую тональную основу. Несмотря на то, что я редко пользуюсь, но все равно как-то любопытно. У меня есть две в списке желаний. Они не очень бюджетные. Это не люкс, но они не бюджетные. Вот. И я еще не решила. Жду приятных цен. Так. Возьму из Project Pen вот эту палеточку и нанесу. Хайлайтер буду брать вот эти два, смешивать. А-а-а-а! Слишком близко взяла, а он белый казался. Блин. Я забыла, что мне в прошлый раз белым показался. Так, сейчас сухой. И вот тут убрать излишки. Наверное, я добавлю вот этот коричневый. У меня просто лук такой довольно а-ля загорелый. И получается белый нос какой-то. Так. Сейчас возьму имитирующую пудру. Только тут у меня никакой нету. Мне там. Сегодня там собиралась. Тут мне даже взять нечего, да? Я все палетки прибрала. Видите, какой мне порядок. Ну ладно, девочки. Светящийся останусь. Так. А какую помаду я выберу сюда? Давайте, наверное, возьмем спокойную помаду. Как это все яркие помады. Возьму тогда вот эту жидкую помаду от Catrice. Там у меня есть она, но мне кажется, она будет темноват. Вот видите, про что я говорила. Сколько тут продуктов вылазит. У-у-у. Губы я увлажнела до этого. Классная помада Catrice, девочки. Вот знаете, все продукты для губы, которые мне нравятся. Они классные. Я даже сказала бы, что они мне нравятся больше, чем их продукты для глаз. Вот, девочки, все. Буду с вами прощаться. Такой макияж получился. Аж на 22 минуты. Яркий, весенний. Все, я уже хочу весны. Вы знаете, вот так сейчас на себя смотрю. Не особо-то ярко. Кстати, в этой палетке зеркало вытягивает лицо. Прямо делает его. Я не такая в жизни. Так, все, девочки. Всем вам хорошего дня. И до следующего видео. Пока-пока. Так, еще буду найти, где выключать. Пока-пока.